Всем привет дорогие друзья. И сегодня я беру очередное интервью уважаемого гостя мимного жука, крутого дизайнера, который прославился благодаря фотошопу и мимом, и его бизнес летом по летним аватаркам взорвался. Первый вопрос, зачем ты стал делать дизайны шапок, аватарок и т.д. Все началось с того, что я продемонстрировал свой арт в записи в сообщество, и многим эта работа понравилась, поэтому я решил начать делать своим подписчикам просто так шапки или же аватарки, хотя сам не знаю как я на это подвергся. Второй вопрос, какая твоя самая первая программа для фотошопа? И какую ты используешь сейчас, и если не секрет сколько у тебя было всего программ? Я не буду скрывать конечно. Начал я рисовать просто в пейнте, но потом вдруг мне предложили скачать iBus Paint X, увидя там кучу функций и разнообразия, я начал делать всякие рисунки, но у меня плохо получалось, поэтому я решил делать арты с помощью эффектов или же образцов. Всего у меня программ было от двух до три, еще же моя мечта, это хороший компьютер, там я буду работать в более крутых программах. Третий вопрос, почему назвал себя мемный жук? Я когда думал над названием канала, увидел рядом на подоконнике жучка. Потом автоматом пришла идея в голову, чтобы название канала был жук, но так как я хотел снимать мемы, то я решил назвать себя мемный жук, и с этих пор я так называюсь. И кстати поначалу мой канал назывался майский жук, ведь на подоконнике был майский жук. Четвертый вопрос, на чем ты монтируешь видео? Монтирую я иногда на Юкат, но чаще на Капкат. Пятый вопрос 5, какой совет дашь подписчикам с начинанием фотошопить и снимать видео? Конечно же начинать нужно Vibes PaintX, ведь это самая легкая для освоения и одновременно отличная программа. Мемы же снимать можно в любых монтажных приложениях, ведь это очень легкий контент. Шестой вопрос, как тебя зовут и сколько тебе лет? Говорить не обязательно. Имя я говорить не буду, но возраст скажу, мне 13 лет. Седьмой последний вопрос, почему ты тоже начал делать интервью? Я уже не знал, что интересного снимать, мемы были скучные, анимации делать скучно, поэтому я решил начать что-то новое, чтобы было интересно и захватывающе по сюжету. Поэтому я тоже немного снимаю интервью, и планирую снимать дальше, ведь у меня успешно получается. Окей. Спасибо тебе за интервью и удачи. И тебе спасибо, всем пока-пока.